В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Живут в доме, где едут стены. Жители многоэтажки на улице Добросельская бьют тревогу. На фасаде здания видны трещины. Движение стен началось еще десятки лет назад, но ремонтными работами так никто и не занялся. После обрушения дома в Собинке об опасности заговорили общественники. Кто может помочь людям, выясняем далее. Скотч отсюда, вот он, видите? Нина Николаевна еще пытается склеить трещину обычным канцелярским скотчем, но спасти стену пенсионерке не по силам. Такая же трещина уже больше метра в длину с внешней стороны ее квартиры. В многоэтажке началось сквозное движение стены. Она совсем меньше была, а сейчас уже больше. Видите? Уже расширяется она. Вот. Я сколько раз тут обиходит начальство-то, когда нас топит. Они, как сказать, вот ваш дом мы взяли, проклятучий, у вас то одно, то другое. Сторожилы вспоминают, фасад в доме начал трескаться сразу после сдачи жилья еще в 60-х годах прошлого века. Видимо, напортачили горе строители. А сейчас от этого страдают больше 40 семей. Кирпичная кладка разъезжается уже в нескольких местах. От сквозных трещин задувают в квартиры. Но это еще не главная беда. Движение стены – это реальная угроза безопасности. Два года назад на Сако-Иванцете уже пришлось расселять аварийный дом, когда из-за движения стены разрушилась кирпичная кладка. В эти выходные новый случай обрушения жилого дома произошел в Собинке. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Обойдется ли без жертв здесь? Общественники уверены – пора принимать решительные меры. Или усиление фундамента, или усиление фасада каким-то образом. Но в любом случае управляющая компания должна была провести работу по утеплению вот этих проемов, которые образовались. Это в первую очередь, чтобы у людей не промерзали квартиры. А второе, если там это не двигается, то это просто за штукатурой. Здесь не сделано ни того, ни другого. Жители рассказывают – управляющая компания хочет отремонтировать фасад по программе капитального ремонта. Дом поставили в очередь на 2020 год. Но вот вопрос – не дойдет ли за два года ситуация до критического уровня. Тем более люди ремонтировать фасад по этой программе не хотят. В доме протекает крыша, и жители верхних этажей надеются на капитальный ремонт кровли. Я как строитель понимаю, что фасад красивый, конечно, но дом садится почти с самой застройки. И даже если его заштукатурят, то это напрасная потрата денег будет. То есть это сейчас дорогостоящие все эти работы и трещины, как они были. То есть они через какое-то определенное время все это было. Еще одна проблема – домоканализация. В полуподвальном помещении находятся несколько квартир, а перед ними в общем коридоре канализационный люк с нечистотами. Колодец прикрыт всего лишь металлическим листом. Во всем подъезде стоит непередаваемый запах. У нас в запахе бывают ужасающие, кто приходит со стороны и зимой, и летом. Те организации, которые приезжают делать очистку, они всегда нас ругают. То есть ваш дом у нас прямо на особом положении. Как в доме будут решать проблемы с движением стены и канализацией, мы идем узнать в управляющую компанию. Но директор организации «Мой дом» разговаривать не настроен. Уже за закрытой дверью директор убеждал, что маячки на трещинах выставлены. И на этой неделе в доме пройдет очередная экспертиза, которая установит, насколько опасно движение стен в этом доме. Но подтвердить свои слова на камеру Сергей Гречишин отказался. Мы просим считать этот материал официальным обращением в Государственную жилищную инспекцию. Видимо, решить ситуацию жителям этого дома помогут только надзорные органы. Валерия Саенко, Егор Хрыбко, Шестой канал. Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность еще одного первого заместителя главы 33 региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что указ о его назначении подписан 19 ноября. И с сегодняшнего дня Максим Брусенцов пока с приставкой в Рио приступил к исполнению своих обязанностей. Новый первый зам пришел на место Алексея Конышева. О новом человеке в областной власти известно, что он кандидат экономических наук. Закончил университет по специальности финансы и кредит. Работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Тюмени и Москве. С приставкой в Рио он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областном законодательском порядке. Курировать он будет экономику, промышленность, строительство, туризм. Предыдущая должность перед назначением в администрацию Владимирской области руководитель ГУП управления промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства. Добавим, что за последнюю неделю это уже второе назначение областного чиновника в ранге первого вице-губернатора. Ранее Владимир Сипягин назначил Александра Байера, временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Байер пришел на место Лидии Смолиной. Обе кандидатуры теперь должны пройти процедуру согласования с депутатами ЗАГС Собрания области. Только после этого в их должностях перестанет фигурировать приставка в Рио. И сегодня же стало известно, что Белый дом покинул Александр Лобаков, вице-губернатора из команды Светланы Орловой. В областной администрации он контролировал управление по социально-хозяйственному обеспечению, протокольно-организационное управление и управление по работе с обращениями граждан. Лобаков подал в отставку добровольно. От занимаемой должности он освобожден указом губернатора с 20 ноября. Таким образом, из стричков в составе обл. администрации остались только первый зам Вячеслав Кузин, который руководит департаментом финансов еще со времен губернатора Виноградова, и зам по сельскому хозяйству Александр Трутнев. Волнуются за будущее нового сквера. Речь идет о жителях Перекопского городка. Раньше на этом месте были заросли самосева, а соседнее здание заброшенной военной гостиницы приватизировали сомнительные личности без определенного места жительства. Теперь здесь новый сквер с детскими и спортивными площадками. А вот брошенное военными здание, по слухам, перепродали какой-то частной компании, которая хочет возвести многоэтажный дом. Жители в шоке, городские власти в недоумении. Стройка загубит и новый сквер, и единственное на весь военный городок общественное пространство. Все это стало возможным после того, как по новому областному закону почти все полномочия по выдаче разрешения на строительство и ввод новостроек в городе Владимире перешли в ведение областной администрации. По мнению экспертов, для муниципалитетов лучше, когда не знают, что происходит на их земле и сами контролируют этот процесс. Когда мы говорим о вопросах, связанных с территориальным планированием, с градорегулированием, градостроительством, состройкой территории и так далее, это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как ни городу, определять, каким будет его лицо. И с этой точки зрения, я считаю, что, конечно, действия субъектов федерации, которые изымают у муниципальных образований такие исконные вопросы местного значения, не способствуют развитию территории. Но в качестве примера, что можно привести? Самые негативные, допустим, последствия подобных решений? Ну, как я уже сказал, это чаще всего выражается в том, что у региональных властей появляются свои представления о том, как нужно развивать ту или иную территорию. Появляются свои определенные группы влияния, которые приходят на те или иные территории. Это порождает конфликты с существующими и политическими элитами на местном уровне, и с жителями, проживающими на этой территории. Можно ли выходить на лед? Несмотря на холодную погоду и появившуюся ледяную гладь, водоемы области таят немало опасностей. Сотрудники ГИМС совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения провели рейд по водным объектам. Толщину льда вместе со специалистами замерял и Константин Миронов. На улице установилась погода с отрицательной температурой, и на водоемы области начали выходить любители подледной ловли. Как правило, рыбаки не хуже спасателей, знают опасности, которые может принести первый лед. Но все же трагические случайности бывают и среди опытных рыболовов. На данный момент крепко скованы льдом, только небольшие водоемы без течения. На Клязьме ледяная корка только по краям, а по океане идет шуга. Но есть водные объекты, которые несут в себя отдельную угрозу. Казалось бы, везде лед уже прочный стал, а вот улыбовские карьеры, и малыгинские карьеры, песчаные, ну и вот Пекшинское водохранилище, они коварны в том, что на них лед становится гораздо позже, на неделю, на две, если не на месяц. За счет того, что вода там большая масса, она прогрета, и лед никак не встанет. За период этого ледостава под лед уже провалился 9-летний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сегодня сотрудники ГИМС совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения решили проверить местные водоемы. На одном из них уже ловят рыбу. Мужчины уверены, толщина льда вполне достаточная для того, чтобы быть абсолютно уверенным в сохранности своей жизни и здоровья. При этом памятку поведения на водных объектов рыбаки все равно получили. Да нет, ну мы стараемся и стараемся не ходить, но если держит лед, значит держит, а не держит, значит не пойдешь. Вот был вот такой вот лед, я ходил, вот. Первый лед был, вот такой, 3-4 сантиметра. Ну там был я на дереве. А потом уже стал 8, но сейчас 10 вот. Поэтому с каждым днем мороз-то каждый день крепчает. Вот сейчас вообще будет мороз, сейчас вообще замерзнет все. Лед хороший сейчас, лед уже 10 сантиметров, так что он безопасный сейчас, переживать об этом не надо. Когда лед уже перестает трещать, значит уже можно спокойно рыбачить. Сотрудники МЧС во время месячника безопасности на водных объектах активно оповещают население, а также работают с детьми. Спасатели сообщают, что осуществлять выход на лед без средств спасения нельзя. Такие нехитрые вещи, как веревка и несколько гвоздей могут спасти вашу жизнь. Но прежде всего нужно понимать, что толщина льда не одинакова на всей поверхности водоема. Крепкий лед, это не значит, что на всем водоеме лед, толщина льда будет составлять 10 сантиметров. Если лед находится под снегом, то снег работает как одеяло. И под снегом толщина льда может быть меньше. Кроме всего прочего, есть же быстрины, особенно там, где течение. Там толщина льда может быть меньше. Поэтому как бы все равно надо обезопасить. Всего на территории Вяткина 6 водоемов, по которым представители местной администрации регулярно устраивают рейды и проверки. Проехали по водоемам. Как вы видели, уже сегодня вышли рыбаки на лед. Мы считаем, что безопасность на данном водоеме соблюдена. Толщина льда 10-12 сантиметров. Здесь нет течения. Поэтому выход на лед в данном месте безопасен. Статистика неумолима. В среднем за прошедшие 10 лет на территории области под лед уходило от 4 до 6 человек ежегодно. В основном 10% несчастных случаев приходится на осень и весну, когда лед на водоемах тонкий. При этом чаще всего страдают рыбаки и дети. В планах у спасателей провести наглядный урок, на котором детям покажут действия человека, провалившегося под лед. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Увековечили память героев. О Владимирском авиамеханическом колледже открыли мемориальную доску, посвященную 4 выпускникам учебного заведения. Все они герои социалистического труда. Это Серпион, Зеленков, Николай Кочерыгин, Александр Немонтов и Александр Сафонов. Каждый внес вклад в развитие Владимира и страны в целом. Александр Немонтов, например, руководил производственным объединением техника и получил звание героя за уникальную космическую разработку. Его сын сегодня рассказал студентам, как Александр Немонтов поступал в техникум еще перед Великой Отечественной войной. Мальчишка из деревни, 10 километров отсюда, пешком, учиться. Ускоренное обучение. Я буквально кратко-кратко не успел закончить, уже работать на предприятии. И фактически сразу уже бригадир еще более маленьких мальчишек, 12-14-летних, которыми нужно было руководить. И, собственно говоря, вся жизнь, она как началась здесь, так она и продолжалась. Мемориальную доску установили в честь юбилея. В этом году колледж отмечает 90-летие электротехнического отделения. Почти за век работы здесь подготовили больше 4 тысяч техников-электриков. Сегодня колледж обучает студентов по 13 специальностям. Но одна из самых сильных учебных программ здесь именно у электротехнического отделения. Мы продолжаем гордиться электриками. Я бы их выделил. Но, несмотря на то, что мы отмечаем 90-летие, не только в этом их заслуга. Это самые дружные ребята. Это самые опытные преподаватели. Это отделения, которые ни одна группа уже отмечает в стенах учебного заведения свое 50-летие со дня окончания его. То есть именно они занимали призовые места на всероссийских олимпиадах, получали гранд-президента. А сейчас коротко о других новостях. Автобус из Владимирской области загорелся в Москве. Случилось это на западе столицы. Видео попало в сеть. По данным РИА Новости, инцидент произошел на Боровском шоссе. Из-за ЧП было затруднено движение транспорта. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что горел час на автобус. Пассажиров в нем не было. В результате ЧП никто не пострадал. Зима близко. Уже не первый день на дорогах Владимира Гололедица. Глава администрации Андрей Шохин распорядился открыть горячую линию по вопросам качества уборки города в зимний период. Она начинает работу с 20 ноября. Мэрия напоминает. За уборку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. За чистоту перед магазинами и объектами бытового обслуживания собственники и арендаторы этих объектов. А если не чистят центральные улицы, площади, скверы и парки, то жаловаться надо на муниципальные службы. Телефон горячей линии на вашем экране. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17 часов. Кроме того, жители могут обратиться с замечаниями и предложениями по качеству зимней уборки по круглосуточному телефону 05. Начинать продажи социальных проездных будут на 5 дней раньше. По многочисленным просьбам жителей, теперь льготникам продавать месячные проездные билеты будут не с 25 числа каждого месяца, а с 20. Таким образом, социальные проездные на декабрь уже можно приобрести. Мэрия напоминает. При покупке льготного проездного необходимо предъявить документ, дающий право на льготу, удостоверение личности, регистрацию на территории области и СНИЛС. «Знать, чтобы жить» во Владимире впервые провели единый тест для старшеклассников и студентов на тему безопасности. Акция приурочена к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. В пробном тестировании участвовали старшеклассники из нескольких школ города и студенты. О чем рассказали, школьникам узнала Маргарита Махрова. Что делать, чтобы избежать беды, помочь себе и другим в экстремальной ситуации? Более 200 школьников, студентов и взрослых впервые в стране пишут единый тест по безопасности. Каждому участнику присвоен индивидуальный номер, чтобы проверка была абсолютно независимой. Всего в тесте 25 вопросов ситуации. С каждой из них может столкнуться любой человек. Здесь есть все. От того, как действовать, если увидел драку, до того, как нужно вести себя, если потерялся в лицу, или переходить дорогу, если только что вышел из автобуса. На выбор предлагается несколько вариантов ответа. Верное решение всего одно. Цель тестирования понять, насколько старшеклассники и студенты знакомы с правилами безопасности. Могут ли противостоять интернет-агрессии и правильно действовать в случае беды. Подобные мероприятия, по словам участников, важны не только для детей, но и для взрослых. Для всех. И для студентов, и для школьников. Потому что со всеми бывают экстренные ситуации. Чтобы в экстренных случаях были знания. Это очень важно, проводить такие тесты, как такую профилактику безопасности в городе. Безопасность на дорогах, пожарная безопасность. В том числе сейчас очень важный момент, как безопасность в сети, потому что у нас сейчас информационные технологии. Акция приурочена к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. В числе организаторов, составителей тестирования, детский омбудсмен, общественники, поисковики, полицейские, сотрудники Следственного комитета и МЧС. Они бьют тревогу. В этом году в регионе увеличилось количество погибших и пострадавших детей. Так, сразу 4 ребенка в марте погибли на пожаре в Струнино. 25 маленьких жителей региона выпали из окон. Трое получили смертельные травмы. Более 30 погибших детей в этом году при различных обстоятельствах. Есть проблемы, все их видят. Вообще Всемирный день ребенка, он должен исполняться, не праздноваться, а исполняться 365 дней в году. Единое тестирование не альтернатива тестам на уроках ОБЖ, подчеркивают организаторы. А дополнительная возможность устранить пробелы в знаниях, которые реально могут пригодиться в жизни. Формат теста предложили школьники. Ребята сказали о том, что есть формат ЕГЭ, ОГЭ, где проходит тестирование. Во-первых, это знакомо ребятам, это интересно. Перед Новым годом будет большое тестирование, тотальное тестирование во всех образовательных организациях Владимирской области. В том числе мы подключаем и педагогов, и родителей. На ответ у ребят в среднем ушло около получаса. Пока тесты проверяли, школьникам и студентам напомнили главные правила безопасности. Рассказали, что нужно делать в случае пожара и показали, как спасают жизни профессионалы. Например, вы можете одеть теплоотражательный костюм. Они вам могут рассказать про дыхательный аппарат на сжатом воздухе, в котором пожарные подразделения работают. За лучшие ответы участников тестирования наградили грамотами и сладкими подарками. Подобное единое тестирование проводится впервые. Организаторы надеются, что акцию поддержат и в других регионах страны. А для Владимира она станет традиционной. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. На этом моя часть выпуска подошла к концу. Далее вас ждет новый выпуск программы «Под ключ». А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Термометров покажут 2 градуса мороза. Ветер западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Окна Плофен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин